Продолжаем выпуск. 2 сентября у школьников будет немного поводов для радости. Мало того, последний день перед напряженной учебой, так еще и с этого года ученики начнут получать на одно домашнее задание больше. Предмет, пособие, по которому вроде и не должно быть, теперь будет изучаться по стандарту. Учебники по физкультуре получили все школы России. Нужна ли спортивная грамота Волгодонску, узнавала моя коллега Ольга Трегубова. Волгодонские школьники, как и тысячи ребят по всей стране, с этого года будут не только сдавать нормативы, но и изучать теорию физкультуры за партами. Странное и даже ненужное на первый взгляд нововведение на самом деле оказывается острой необходимостью. По крайней мере, в таком мнении сходятся педагоги. Всем известно, что от первого звонка и до последнего вместе со знаниями ребенок получает и болезни. Новые учебники по физической культуре как раз должны это предотвратить. А потому их правильнее назвать энциклопедией здорового образа жизни. Учебник по физкультуре спланирован и написан для того, чтобы ребенок какую-то теоретическую базу имел. Он читал, он понимал, что такое его организм, здоровье, как будут влиять на его развитие занятия физкультурой, усиленные или просто обычные занятия. Для того, чтобы он читал и понимал, что физкультура это такой же предмет. Учитель физкультуры Ирина Донецкая прививать любовь к спорту с помощью учебника начала еще несколько лет назад. Педагога не страшила необходимость перерабатывать учебный план и продумывать ход занятий по-новому. Конечно, основная часть уроков физкультуры – это практика, но основа любой практики все-таки теория. Учебник расскажет и правила спортивных игр, и технику безопасности, и как тренировать любую группу мышц. Физическая культура – это прежде всего учебный предмет. Современные инновационные технологии физического воспитания, они как раз построены на том, что ученик должен заниматься самостоятельно. А роль учителя в этом процессе, она является наблюдающего, ведущего друга, соратника. Пособие разработано для школьников всех возрастов от 1 до 11 класса. Например, в учебнике для самых маленьких можно найти основы гигиены и правильный режим дня. А вот старшие школьники с помощью пособия учатся кататься на скейтборде. Даже с книгой ученики могут продолжить заниматься в зале, но от домашнего задания вряд ли отделаются. Что думают о таком нововведении волгодонцы, мы спросили на улицах города. Вообще не знаю, для чего он нужен, для какой цели. По-моему, преподаватель должен свое, он знает. Вот. Учебник нужен, наверное, для того, чтобы можно было правильно понимать, как вообще действовать во время физкультуры. Потому что наши дети сейчас такие балованные. Читать будут дети. Что-то новое узнают, что учителя не договаривают. Вообще-то у меня старшая дочка уже в девятый идет. Вот. И у них был учебник, он провалялся весь год. И мы его обратно сдали. И все. Не знаю. Наверное, нужен. За здоровье детей государство взялось серьезно. Каждое утро в образовательных учреждениях начинается с зарядки. А не так давно в школах ввели третий час физкультуры в неделю. Свои результаты это приносит. По словам начальника управления образования Нины Билан, в девятом классе экзамен по физре – один из самых популярных. Ольга Трегубова, Иван Иванков. Новости ВТВ.